Сколько стоит дом построить для этих ребят не вопрос. У них в активе 300 литров краски, 200 килограммов гвоздей, 10 тысяч саморезов и 30 кубов досок. Строй не хочу. И никаких серых коробок близнецов. Здесь признают только точечно креативную застройку. Сцены на воде, указатели плетенки, треугольные дома а-ля египетские пирамиды. Каждый проект уникален. Еще одно чудо местной архитектуры – дом, который стоит на крыше. Сейчас он готов только наполовину, но планы у архитектора наполеоновские. Стулья, стол, диван – все это будет на потолке, а на полу только кресло в виде люстры. В общем, креатива хоть отбавляй. А вот и гвоздь стройплощадки – купольный дом. Проект из разряда «А нам слабо». Так сидели за чашечкой чая, а почему нам не собрать круглый дом? Посмотрели интернет, да, вот такие есть темы, рассчитали все. Вот, благо мы инженеры, и все хорошо получилось. То есть очень легко, на самом деле, собрать. Осталось утеплить шарообразные жилища, обшить досками, положить черепицу, вставить окна и крышу. Последнее тоже будет прозрачной. Красиво, оригинально и по фэншую, шутят строители. Круглые формы идеально вообще считаются, вот так вот, ну, геометрия, то есть круглые. То есть она, в ней нет острых углов, ну, там, есть там фэншуй, например, да, то, что энергия скапливается, вот, плохая в этих острых углах, а здесь нет острых углов. Здесь, как бы, все так хорошо и красиво. Условия приема в ряды вольных застройщиков просты. Проект должен быть оригинальным, экологичным и недорогим. А в остальном – вольному воля. Самый-самый дом выберут в конце месяца. Но уже сейчас высокое жюри засылает разведчиков от архитектуры. Если бы я, например, делал этот лагерь здесь сам, ну, допустим, сюда надо сначала геодезистов, снять рельеф, снять подеревную съемку, все деревья здесь какие. Потом создать генплан, придумать, то есть, где чего-то, обсудить этот генплан, разные варианты этого генплана, размещение всего-то. А тут получается спонтанное нечто. Ну, это тоже хорошо. В лагере согласны. Говорят, ГОСТы – дело десятое, а вот сам процесс созидания… Когда ко мне подходит человек и говорит, теперь я знаю, что дерево пахнет, что оно гнется, что его можно трогать, что можно посадить за нозы и так далее. А для архитектора очень важно. Кстати, место еще для паростроений в наличии намекают в лагере. Так что милости просят. Ниша дома на дереве, к примеру, еще не занята. Кирилл Антоневич, Владимир Сиганов, Объективно, ННТВ.